Появляется новый этап в жизни женщины, который называется менопауза. Но этого периода не нужно бояться. Важно найти своего доктора-гинеколога-эндокринолога Пети Магний. Вот магния много не бывает, потому что стресс съедает все гормоны. Гормональная менопаузальная терапия, она требует заботы о себе. Жить счастливо, осознанно, радоваться жизни, как бы это банально ни звучало. Как женщине поддержать себя в период менопаузы? Ощущения, которые говорят о начале этого периода. И почему не нужно бояться гормональной терапии? Сегодня у нас есть здоровые вопросы к гинекологу-эндокринологу. Наталья Силина, гинеколог-эндокринолог, член Европейской ассоциации гинекологов-эндокринологов. Основательница школы женского здоровья. Стажировалась в Израиле, США, Бельгии на конгрессах по эстетической гинекологии в Лондоне. Эксперт по вопросам сексуального образования. Климакс елыша у женок. В независимости от гендера все железы внутренней секреции постепенно с возрастом угасают и начинают все меньше и меньше вырабатывать гормоны. И я хочу сказать, что функция яичек продуцировать мужские гормоны, тестостерон, к сожалению, начинает увядать у современных мужчин даже раньше. Правильные, хорошие физические нагрузки, они стимулируют работу яичек и выработку тестостерона, а чрезмерные нагрузки, особенно употребление синтетических тестостеронов, различных агрессивных биологически активных добавок, они как раз приводят к тому, что яички истощаются уже в возрасте и 30, и 32 года. И у мужчин, в связи с снижением тестостерона, конечно же, ухудшается и эректильная функция. Климакс может начаться и в 30 лет. К сожалению, очищается такое понятие, как ранняя менопауза, и все чаще и чаще появляется такое состояние, как преждевременное истощение яичников. И вот за последний, наверное, месяц просто вот такой определенный бум у меня был один из приемных дней, когда у меня было 7 женщин в возрасте 22, 25, 28, у которых я уже выставила диагноз преждевременное истощение яичников. Климакс может триваться 4 года. Все процессы, в принципе, происходят постепенно для того, чтобы организм успел адаптироваться. В среднем до 5 лет занимает этот период вхождения гормональной перестройки 3-5. Все зависит от того, изначально с каким уровнем здоровья подошла женщина к этому периоду. То есть важно понимать, что начиная с возраста 35+, постепенно яичники, в них теряется авариальный резерв. Но этого периода не нужно бояться. Нужно просто понимать, как подготовиться к этому периоду и как сохранить свое ментальное здоровье, физическое, сексуальное. Да, ну и если мы можем говорить про, там, репродуктивно, если кому-то нужно будет выполнить вот эту вот функцию в возрасте 40+. Это вообще потрясающе, классный вопрос. Тут несколько аспектов. Когда я была во Флоренции несколько лет назад, тематики сексуального здоровья женщин в переменопаузе было удивлено очень большое внимание. И вот одно из исследований, да, и целая прям такая секция была посвящена моменту, что первично, одним из вообще первых симптомов снижения астрогенов, это является появление атрофии слизистых интимной зоны. То есть истончается слизистая вульва, вагины, да, и у женщины может возникать болевые, и возникают болевые ощущения в интимной зоне во время сексуального контакта, то есть во время фрикции. Если своевременно женщина не обратилась за медицинской помощью, да, если своевременно, то есть не было вот этот вот болевой синдром устранен, да, сухость, дискомфорт, то, конечно же, у нее по принципу обратной связи, да, то есть секс равно боль, у нее снижается либидо. Это происходит в любом возрасте. Второй момент, это который касается и мужчин, и женщин, когда снижается продукция, такие гормоны, как ДГА, то есть надпочечниковых гормонов, мужских гормонов, которые отвечают за либидо, за, там, да, за сексуальное влечение, то, конечно же, сексуальное желание падает как и у мужчин, так и у женщин. То есть мне бы хотелось, чтобы, не важно, да, сколько лет женщине, она понимала, что ее либидо, то есть состояние ее сексуального желания, это один из критерий ее женского здоровья. Но это все можно корректировать. Поверьте мне, я уже много лет с этим работаю. И плазма терапия правильная. То есть на самом деле скорректировать состояние эндинозоны можно и нужно делать своевременно. Плюс правильно подобранная гормональная терапия. После климакса женщине можно не пользоваться контрацептивами, адже завагитнивать она не может. Вообще у сексуального контакта есть три функции у секса. Репродуктивная функция, функция гетонизма, наслаждение и функция коммуникации. То есть надо всегда помнить, да, что с менопаузой женщина теряет функцию репродукции, то есть все, наступила менопауза, она уже не забеременеет. Но сохраняются две остальные функции и при этом, да, возможно заражение инфекциями, которые передаются половым путем. Вот буквально на прошлой неделе у меня женщина, ей 57 лет, потрясающе. У нее в свое время мы начали заместительную гормональную терапию. У нее регулярная половая жизнь. Но она, когда вот у нее новый половой партнер, она забыла о том, что ей нужно предохраняться с помощью презерватива. И она приехала, и мы там у нее выявили инфекцию, которая передается половым путем. Просто потому, что она, ну как, я же не забеременею, что еще, зачем мне презерватив? Нужно помнить, что каждый новый половой партнер, который не обследованный, да, это всегда презерватив. То есть забеременеть именно на паузе нельзя. А вот получить инфекцию, которая передается половым путем, можно. Еще более важно уделить внимание состоянию слизистой интимной зоны, потому что, конечно же, презерватив, ну это дополнительное трение, да, и это более такое жесткое воздействие на слизистую. Поэтому более детальный, да, более тщательный уход за этой зоной. Наталья Константиновна, вы известный доктор. К вам приезжают пациентки со всей Украины. Как по вашему опыту, готовы ли женщины сегодня обратиться в период менопаузы за помощью к специалистам? Или все-таки переживают этот период самостоятельно? Я не могу сказать, да, что пока что, там, наше общество готово к менопаузальной гормональной терапии, как мужчины, так и женщины. Нет, у нас до сих пор множество фобий касательно гормональной терапии и в среде докторов. И опять же, надо понимать, что гормональная терапия бывает разная, да, и для того, чтобы начать гормональную терапию в возрасте после 45, как мужчине, так и женщине, нужно подойти с определенным уровнем здоровья. Знаете как, если 45 лет, да, у мужчины, у женщины уже, там, гипертоническая болезнь, тяжелая форма, некомпенсированный сахарный диабет, то, простите, ни о какой заместительной гормональной терапии мы говорить не можем. Поэтому это вот, опять же, про формирование культуры и традиции заботы о себе самого маленького. Как только, знаете, все вместе мы объединим силы, да, начнем с этим работать, то и, конечно же, уровень образованности в обществе повысится. Как женщине понять, что начался вот этот подготовительный период или сама менопауза? Первое, что важно делать для женщины, это проговорить со своей мамой и бабушкой вообще историю женского рода. Чем, кто когда болел, какие онкологические заболевания, когда была менопауза, были ли выкидыши, какие там заболевания миомы, эндометриозы есть. То есть знание своей истории женской очень важно, в первую очередь, для того, чтобы обсудить с доктором факторы риска, да, и составить там свой план здоровья. Вторая важная вещь, да, это прохождение профосмотра. В Советском Союзе, в принципе, было правильно заложено, да, женщина должна была ходить раз в полгода к доктору, гинекологу. Но ходить и проходить профосмотр – это разные вещи. Если женщину ничего не беспокоит, она здорова, у нее нет никакого уже сформировавшегося гинекологического заболевания, либо соматического, то к доктору можно ходить раз в год. В раз в год она проходит обследование. Каждая из вас, да, кто нас смотрит, нашли своего доктора и уже с ним, исходя из своих факторов риска, из своего образа жизни, из своего типа питания, разработать свой план здоровья. Единственное, что я прошу вот всех, кто нас смотрит, да, и передать дальше своим всем знакомым, существует потрясающий метод контроля своего здоровья – это измерение окружности талии и измерение артериального давления. К сожалению, мы так устроены, что мы не чувствуем, да, начальных, первичных повышений артериального давления. А вот если раз в три месяца, да, мониторить дома, измерять артериальное давление, и если оно не выше 120 на 80, да, быть спокойным, что с вашими сосудами все хорошо. Потому что сосуды – это тоже точка приложения гормонов. Если женщина видит, что объем талии увеличивается, там, да, на сантиметр-полтора, вне зависимости, там, за месяц, либо за год, это тоже признак того, что может изменяться уже ее гормональное здоровье. И тогда точно нужно найти деньги на качественное гормональное обследование. То есть объем талии выше 85 сантиметров – это уже угроза, да, это уже риски, определенные по формированию болезни цивилизации. Любые проявления предменструального синдрома, там, агрессивность, флаксивость, отечность, болезненность молочных желез, тоже отправляемся к гинекологу. Изменения менструального цикла. Менструальный цикл – это критерий, основной критерий еженского здоровья. Например, цикл стал более обильный, либо более схудный. Если менструация вообще длится меньше трех дней, либо больше семи дней, это уже показание обратиться за медицинской помощью. Следующее – любые изменения в интимной зоне. У женщины есть понятие готовности слизистых к сексуальному контакту. То есть происходит прелюдия, да, головной мозг подает сигналы на бортолиниевые железы и начинает вырабатывать секрет, который вот, да, готовит, увлажняя слизистые, готовит непосредственно к сексуальному контакту. Так вот, любые изменения, да, то есть стало более сухо, да, удлинилось время прелюдии – это тоже один из первых симптомов, что, может быть, уже эстрогены начали снижаться, то есть отправиться к доктору. Появление акне, может быть, возрастных у женщин тоже сигналом. И, конечно же, если уже у женщины появились приливы, да, то это прямо такой уже звоночек, то есть чувство жара, то это уже, конечно, звоночек, что нужно идти к доктору на прием. Может ли доктор предложить пациентке что-то кроме заместительной гормональной терапии? Подход к ведению женщин, которые вошли именно в паузу, он комплексный. Это вообще не только гормональная терапия. В первую очередь мы изучаем состояние костной ткани. Есть такая процедура, как денситометрия. Денситометрия, как и маммография, должна пройти каждая женщина после 45 лет. И дальше уже выяснив, да, статус костной ткани, уже там снижение остеопения, либо остеопороз, уже разрушение ткани, дальнейшая тактика. Период менопаузы – это период, когда, по большому счету, женщина уже обязательно должна работать и в тренажерном зале, потому что правильные упражнения в тренажерном зале, они позволяют улучшить состояние костной ткани. Она обязательно должна проверить уровень витамина D. Если он низкий, то скомпенсировать дефицит, да, и потом только отправляться в спортзал, потому что с нехваткой витамина D точно есть изменения в структуре костной ткани. Если кости слабые, то можно просто-напросто получить перелом. Подбор гормональной терапии – это всегда комплекс, тщательное обследование, выявление факторов риска. То есть это спорт, питание, качественный сон, потому что стресс съедает все гормоны. То есть менеджмент хронического стресса плюс, да, подбор индивидуальной гормональной терапии. Я единственное хочу сказать, что сейчас на Украину зашли пилеты гормональные, да, я прошу с этим быть очень аккуратными, не вестись на рекламу, а понимать, что золотой таблетки нет. Вы справедливо сказали, что золотой таблетки нет. Я думаю, женщины, которые пробовали гормоны, могут подтвердить, что это не просто таблетка с головной боли. Иногда очень тяжело переносится, иногда не помогают, иногда делают хуже. Как не навредить себе, даже если гормоны назначил врач? В первую очередь нужно понимать, что гормональная терапия требует комплексного, обширного обследования. То есть если доктор не рекомендует обследовать печень, сосуды, маммографию, молочные железы, денситометрию, да, и полный гормональный профиль, то это не серьезный подход. Второе, очень важно убедиться, что вы четко получили инструкции по типу питания, да, и по типам физических нагрузок. И тогда уже, да, пробовать и говорить о подборе гормональной терапии. Тут нужно, чтобы у доктора был опыт работы в этом. Поэтому женщина может честно спросить, как давно вы занимаетесь, да, ведением женщин именно, да, в периоде, там, менопаузы, либо вообще, как давно вы занимаетесь назначением менопаузальной гормональной терапии. Некоторые исследования говорят, что гормоны могут спровоцировать рак, особенно молочной железы. Стоит ли идти тогда на такой риск? Для этого мы и делаем МРТ, например, молочных желез с контрастом, для того, чтобы выявить малейшие, да, изменения. Если мы говорим про рак молочной железы, он бывает разный. Он бывает гормон зависимый, гормон там независимый. Есть работы, которые говорят, что наоборот, своевременно правильно назначенная гормональная терапия с правильной коррекцией обменных процессов, она, наоборот, позволяет профилактировать определенные виды рака. Сейчас о чем я, то есть смотрите, я не говорю о том, что гормональная терапия профилактирует рак, нет. Мы говорим о том, что почему повышаются риски рака молочной железы с возрастом. Во-первых, происходит больше накоплений там мутаций. Во-вторых, нарушается баланс эстрогенов там хороших, да, и плохих условно. И самое главное, повышается фракция метаболитов эстрогенов, которые обладают онкогенным действием. И вот наша задача, как раз этот механизм своевременно починить. Очень в одно свое время она делала очень много шума. Исследование, которое проводилось некорректно, да, вот оно сказало, что заместительная гормональная терапия приводит к развитию рака молочной железы, к инфарктам, к инсультам. Но просто в то исследование, да, были включены женщины, которые принимали гормональную терапию на фоне курения, женщины там с ожирением, женщины, которые не были достаточно обследованы. Поэтому к любому исследованию мы подходим, ну так, очень спокойно и взвешенно. И да, гормональная менопаузальная терапия, она требует очень бережного отношения и, да, заботы о себе. После 40 лет алкоголь, он повышает риски по раку молочной железы. И, конечно, если женщина еще принимает гормональную терапию, то уж точно нежелательно ей этим бокалом вина злоупотреблять. Да, это принятие ответственности за себя. Есть такая горькая медицинская шутка, нет здоровых пациентов, есть недообследованные. Думаю, очень мало женщин подходит к менопаузе абсолютно здоровыми. У кого-то миома, у кого-то эндометриоз, у кого-то проблемы с щитовидной железой. Как тогда это влияет на течение климакса? Миома не является противопоказанием для назначения гормональной терапии, если она не симптомная. Если мы говорим про эндометриоз, какой эндометриоз? Эндометриоз, если мы говорим про эндометриоз шейки матки, то точно нет. Если мы говорим про эндометриоз матки, аденомиоз, тут нужно подумать тогда про установку гормональной спирали с левоноргистрелом, и на фоне этого назначать гормональную терапию теми же самыми эстрогенами трансдермальными. Это уже есть искусство доктора, который занимается именно паузальной гормональной терапией. И тут уже, к сожалению, мой совет. Если у вас есть какое-то уже заболевание, неважно, заболевание сердца, костей, сосудов, матки, яичников, вы обращаетесь к специалисту, и он совместно с вами выбирает тип терапии. Поэтому тут, конечно, полным противопоказанием является онкология репродуктивной системы, однозначно. Конечно, рак яичников, рак матки, рак молочной железы – это, естественно, противопоказание для именно паузальной гормональной терапии. Климак, к сожалению, влияет и на нервную систему. Как в таком случае поддержать себя женщине? Пейте магний. Вот магния много не бывает. Магницитрат, магниглицинат. Можно взять успокоительные чаи. Смятой. Валериана. Контрастный душ. Дыхательные практики для того, чтобы выровнять внутренний баланс, снизить уровень кортизола. Расслабляющие теплые ванны с морской солью. То есть вот это то, что вот женщина может начать до того, как она дойдет до гинеколога. Прогулки ежевечерние, на свежем воздухе, в среднем темпе, бассейн. То есть, да, сбрасывать накопившееся напряжение – какой-то хороший полезный вид спорта. Массажи, они очень возвращают к телу. Тело получает заботу и как бы уровень стресса немножко снижается. В конце нашего интервью попрошу вас дать совет женщинам, которые входят в этот непростой период и смотрят наше интервью. Уважаемые женщины, это период не совсем непростой. Это обычный физиологический период в жизни каждой из нас. И очень важно, чтобы в этот период у вас в жизни были и хорошие подруги, которые могут вас поддержать, если в этом будет необходимость. Которые могут за вас порадоваться, потому что как раз поддержка женщины и женщины – это одна из важнейших этапов вхождения в менопаузу. Важно найти своего доктора-гинеколога-эндокринолога, с которым вы подберете индивидуальную терапию и не обязательно гормональную. Помнить о том, что возраст 45-50 – это возраст, когда вы доходите максимально к пику своего профессионализма. Опыт, который вы приобрели за эту жизнь – это колоссально крутая вещь, которую никак нельзя получить ни в 25, ни в 35. То есть жизненный опыт, на то он жизненный опыт, на него опираться, им делиться и продолжать совершенствовать свои навыки. Жить счастливо, осознанно, радоваться жизни, как бы это банально ни звучало.